Хотите узнать секрет, который веками передавался из поколения в поколение? Один простой предмет в вашем кармане может навсегда изменить ваше финансовое положение. Это не магия, а древний ритуал, проверенный временем. И сегодня мы раскроем, как именно с его помощью можно привлечь деньги в свою жизнь. Готовы узнать, что это за тайна? Тогда продолжайте смотреть, и ваша финансовая удача окажется у вас в руках. Финансовая стабильность – это то, к чему стремится каждый человек. В поисках удачи и благополучия люди веками обращались к различным обрядам и ритуалам, многие из которых передавались из поколения в поколение. Один из таких древних ритуалов связан с использованием предметов, талисманов, которые можно носить в кармане, чтобы привлечь деньги и удержать в своей жизни. Итак, а что это за такой простой, но мощный ритуал, который поможет вам улучшить финансовое положение и обеспечить постоянный денежный поток. Магия кармана – это древнее понятие, основанное на представлениях о том, что каждое пространство окружающего человека может взаимодействовать с энергиями мира. Карман в народных верованиях считается особым местом, которое накапливает и удерживает положительные вибрации. Это не просто место для хранения мелочей, а своего рода энергетический контейнер, который способен привлекать к вам удачу и деньги. Карманы находятся близко к телу, а значит, они имеют непосредственное влияние на вашу личную энергетику, усиливая эффект любых талисманов, которые вы носите с собой. Когда вы кладете в карман определенный предмет, будь то монета, камень или другой амулет, происходит активация энергетической связи между предметами и вашим телом. Ваше тело становится своеобразным проводником для внешних энергий, а карман служит связующим звеном, который помогает талисману работать более эффективно. Энергия талисмана смешивается с вашей личной энергией, усиливая ее и настраивая на притяжение материальных благ. Особое внимание стоит уделить выбору стороны, на которой будет находиться карман с талисманом. Левая сторона тела символизирует прием и накопление, что делает ее идеальным местом для хранения предметов, связанных с привлечением удачи и денег. Правая сторона ассоциируется с отдачей и активными действиями, поэтому она больше подходит для того, чтобы делиться или передавать энергию. Если вы носите талисман в левом кармане, он работает на ваше обогащение, аккумулируя позитивные вибрации, которые притягивают деньги и новые возможности. Карман не только близок к телу, но и к энергетическим центрам, таким как чакры, что также усиливает его влияние. Например, карманы в области бедра и живота связаны с чакрами, которые отвечают за материальные блага и жизненную энергию. Таким образом, талисман в кармане оказывает прямое воздействие на ваше энергетическое поле, помогая вам не только привлечь деньги, но и удерживать их в своей жизни. Важно также помнить, что талисман в кармане должен быть заряжен положительной энергией. Обычный предмет, который не был заряжен осознанным намерением, не будет обладать силой привлечения денег. Для этого необходимо провести практику, которая наполнит предмет энергией изобилия и достатка. Эта практика может быть выполнена различными способами, например, с помощью медитации, визуализации или зарядки на Луну или Солнце. Визуализация играет ключевую роль в процессе активации талисмана. Когда вы кладете предмет в карман, представьте, как он становится магнитом для денег. Вы можете даже мысленно видеть, как деньги текут к вам потоками, наполняя ваши карманы. Чем сильнее ваша вера и визуализация, тем мощнее будет работа талисмана. Энергетическое намерение, с которым вы используете талисман, направляет его действия в нужное русло и усиливает связь между вами и материальным миром. Благодаря постоянному контакту талисмана с вашим телом и энергией, он работает на долгосрочную перспективу. Ваш карман становится своего рода хранилищем для денежной удачи. Однако важно помнить, что талисман нужно регулярно очищать и заряжать, чтобы он продолжал эффективно работать. Если энергия застойная или талисман загрязнен негативными вибрациями, его сила может ослабеть. Карман или карман как энергетический проводник – это не просто метафора. Он напрямую взаимодействует с вашим энергетическим полем, усиливая привлечение денег и возможностей. Важно осознанно относиться к предметам, которые вы носите с собой, и следить за тем, чтобы они всегда находились в хорошем энергетическом состоянии. Чем больше вы верите в силу своего талисмана и кармана как источника богатства, тем сильнее их будет влияние на вашу жизнь. Для привлечения денег в свою жизнь подойдет не любой предмет, а особый предмет, наделенный энергетикой богатства и изобилия. Существуют различные символы и элементы, которые с покон веков использовались для привлечения удачи и материальных благ. Поделимся с вами несколькими интересными и эффективными предметами, которые можно положить в карман для привлечения финансового благополучия. Первое, друзья, это кусочек корицы. Корица – это не только ароматная специя, но и мощный символ удачи и достатка. Народной магией ее используют для привлечения денег, а также для усиления энергетического потока процветания. Небольшой кусочек корицы можно положить в карман, чтобы привлечь денежную удачу. Корица обладает сильными вибрациями, которые способствуют увеличению доходов и ускорению финансовых успехов. Чтобы усилить ее действия, проведите следующую практику. Возьмите корицу в руки и произнесите намерение. Например, используя следующие слова. Пусть этот кусочек корицы привлекает ко мне деньги и процветание. Корица будет работать как талисман, притягивая денежные потоки. Далее, ключ. Ключ – это символ открытых возможностей и новых дверей, в том числе и в финансовом плане. Старинный ключ, особенно если он передан вам по наследству, может служить мощным талисманом для привлечения богатства. Носите его в кармане, чтобы открывать новые возможности для доходов и удачи. Ключи в магических практиках часто используются для создания новых возможностей. Выберите ключ, который для вас имеет особое значение или который был найден в необычных обстоятельствах. Прежде чем положить его в карман, представьте, как он открывает дверь к изобилию и процветанию. Далее, семечка тыквы. Тыквенные семечки в фольклоре многих народов считаются символом плодородия, изобилия и достатка. Одно такое семечко можно использовать как талисман для финансового благополучия. Тыква сама по себе символизирует богатство и плодородие, а ее семена помогают воплотить материальные желания в реальность. Перед тем, как положить семечко в карман, можно провести небольшую практику. Подержите в ладони семечко, представляя, как ваши доходы растут и умножаются. Далее, скажите, пусть эта семечка принесет мне богатство, как плодородная земля приносит урожай. Семечко станет символом того, что ваши усилия будут приносить вам результат. Далее, листочек мяты. Мята – это растение, которое известно своими сильными энергетическими свойствами. Листочек мяты, положенный в карман, поможет вам привлечь деньги и улучшить финансовое положение. Мята освежает не только воздух, но и вашу энергетику, помогая очистить путь для новых денежных потоков. Для усиления действия листочка мяты его можно засушить и зарядить на удачу. Подержите мяту в руках и сосредоточьтесь далее на своих целях и скажите, пусть эта мята принесет мне финансовую удачу и свежие возможности. Мята помогает как в привлечении денег, так и в сохранении, защищая вас от ненужных трат. Далее, шишки сосны или кедра, которые символизируют долголетие, богатство и процветание. Маленькую шишку можно носить в кармане как символ финансового роста и устойчивости. Шишка – это природный символ плодородия, который помогает расширять возможности для заработка и обеспечивает постоянный приток денег. Перед тем, как положить шишку в карман, представьте, как она помогает вам привлечь к себе энергию, процветание и изобилие. Далее, скажите, эта шишка приносит мне финансовое благополучие и устойчивость. Шишки также могут служить оберегом от финансовых потерь. Далее, маленькое карманное зеркало. Это один из самых мощных амулетов, используемых в эзотерике для привлечения удачи и денег. Зеркало обладают способностью отражать негативную энергию и привлекать позитивные потоки. Носите маленькое зеркало в кармане, чтобы оно притягивало деньги и отражало от вас все финансовые неудачи. Перед использованием зеркала проведите ритуал. Очистите зеркало под проточной водой, затем зарядите его на успех, сказав такие слова. «Это зеркало привлекает ко мне деньги и защищает меня от бедности». Помните, что зеркало должно быть всегда чистым и в хорошем состоянии, иначе сила может ослабнуть. Далее, морская ракушка. Вы знаете, морская ракушка издавна считается символом богатства и удачи, особенно связанного с путешествиями и новыми возможностями. Ракушка, как морской дар, символизирует накопление материальных благ и успех в новых начинаниях. Небольшую ракушку можно носить в кармане, чтобы она привлекала в вашу жизнь деньги и удачу. Прежде чем использовать ракушку как талисман, промойте ее в водичке и представьте, как она открывает новые пути к финансовому благополучию. Далее, скажите, пусть эта ракушка приносит мне деньги и новые перспективы. Ракушка поможет вам не только привлечь деньги, но и открыть возможности для их сохранения и приумножения. Далее, кусочек корня имбиря. Имбирь – это растение, которое символизирует силу, здоровье и процветание. Корень имбиря считается одним из самых мощных природных талисманов, способных притягивать богатство и удачу. Маленький кусочек имбиря можно носить в кармане, чтобы он поддерживал вашу энергию и активизировал денежные потоки. Для активации корня имбиря можно провести такую практику. Подержите его в руках, сосредоточившись на своих финансовых целях. Далее, скажите, этот имбирь дает мне силу и приносит изобилие. Имбирь поможет вам не только привлечь деньги, но и справиться с препятствиями на пути к финансовому успеху. Далее, фасолина. Вообще, фасоль в народной традиции символизирует плодородие и изобилие. Маленькую фасолину можно носить в кармане, чтобы она привлекала деньги и обеспечивала финансовую стабильность. Фасоль ассоциируется с постоянным ростом и увеличением материальных благ. Перед использованием фасоли ее можно зарядить мысленно, представляя, как она приносит вам финансовые возможности. Скажите такие слова, пусть эта фасоль приносит мне деньги и успех. Такой вот простой талисман может стать вашим помощником в привлечении новых источников дохода. Далее, кусочек древесной коры. Кора дерева – это символ устойчивости и защиты. Кусочек коры, особенно дуба или березы, можно носить в кармане для привлечения денег и стабильности. Кора помогает сохранять и приумножать материальные блага, обеспечивая крепкую финансовую основу. Ну а чтобы активировать кору как талисман, подержите ее на открытом воздухе, зарядите под солнечным светом и скажите «Кора защищает мои финансы и приносит мне богатство». Такой вот природный символ будет работать как щит от любых финансовых трудностей. Как вы видите, каждый из этих предметов может стать вашим личным талисманом, который поможет вам привлечь деньги и удачу. Главное – верить его силу и сопровождать ношение талисмана только положительными мыслями и намерениями. Тогда деньги и процветание не заставят себя долго ждать. А чтобы талисман действительно приносил удачу и деньги, необходимо следовать нескольким важным правилам. В первую очередь, его следует носить в левом кармане. И это не случайно. Левая сторона тела традиционно ассоциируется с приемом и накоплением энергии, в то время как правая сторона связана с отдачей и активными действиями. Ношение талисмана именно в левом кармане поможет лучше накапливать и привлекать денежную энергию. Карман, расположенный слева, действует как энергетический магнит, который настраивает вас на прием финансовых потоков. Если носить талисман в правом кармане, то знайте, что вы можете случайно выпустить деньги и возможности, так как правая сторона отвечает тело за отдачу. Правильное обращение с талисманом подразумевает также его регулярную энергетическую подпитку. Чем больше времени талисман находится рядом с вашим телом, тем сильнее он становится связан с вашей энергетикой. Однако со временем талисман может накопить негативные вибрации, особенно если вы часто подвергаетесь стрессу или сталкиваетесь с финансовыми неудачами. Чтобы ваш талисман продолжал эффективно работать, важно периодически его очищать. Для этого можно использовать проточную воду, которая будет смывать всю накопившуюся негативную энергию. Еще один эффективный способ – окуривание талисмана дымом. Для этого можно использовать благовония, такие как сандал, ладан, травы, например, тот же шалфей. Дым от благовония обладает мощными очищающими свойствами и помогает обновить энергетику вашего талисмана. Еще один ключевой аспект – это регулярная поддержка талисмана с помощью вашего внимания и намерения. Даже самый сильный талисман нуждается в регулярной энергетической подпитке. Каждое утро, прежде чем положить его в карман, настроитесь и постарайтесь уделить хотя бы минуту на визуализацию. Представляете, как деньги и финансовые возможности приходят к вам, как ваши доходы увеличиваются, а удача всегда сопровождает вас. Произнесение магических слов также может усилить связь между вами и вашим талисманом. Например, мой талисман привлекает деньги и удачу, открывая передо мной новые финансовые возможности. Вот такие вот практики не только будут усиливать энергетический эффект талисмана, но и помогать вам лучше настроить свое сознание на успех и процветание. Правильное использование талисмана требует также соблюдения некоторых правил по его хранению и использованию. Очень важно носить его с собой как можно чаще, особенно в те моменты, когда вам представят важные финансовые решения или сделки. Он будет помогать вам не только привлекать деньги, но и принимать верные решения. Избегайте передачи талисмана другим людям, чтобы сохранить его связь с вашей энергетикой. Это очень личный предмет, который работает только на вас, и его энергетическая привязка может ослабнуть, если его возьмут другие люди. Если вам нужно временно убрать талисман, храните его обязательно в чистом и защищенном месте. Лучше всего в мешочке из натуральной ткани, такие как хлопок или лен. Это убережет его от контакта с нежелательными энергиями. Талисманы, несмотря на их магическую силу, требуют бережного и внимательного обращения. Регулярный контакт с талисманом, его поддержка через визуализацию и аффирмации, магические слова, а также правильное ношение и хранение, помогут вам активировать его полную силу и привлечь в свою жизнь изобилие и процветание. Друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.